Россиянка, временно проживающая в Турции, раскрыла сумму расходов на еду, которую туристы могут потратить во время отдыха на рестораны. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По словам автора, еда является самой большой категорией расходов в отпуске, и в Турции есть несколько вариантов питания для отдыхающих. Можно питаться очень дешевой, но очень вредно. А также очень дорого и очень полезно. Но есть и золотая середина, которая устроит всех, пояснила она. В первую очередь, блогерша рассмотрела турецкий фастфуд, который предполагает различные бутерброды с колбасой, курицей, мясом, рыбой, а также донир или турецкий калач. На такие блюда в среднем туристам необходимо потратить 80-150 рублей. Второй опцией она назвала фудкорты в торговых центрах, которые путешественница считает спасением для тех, кто хочет вкусно и дешево перекусить в стране. В турецких фудкортах есть очень много отличных вариантов здоровых и полезных обедов за небольшие деньги. Средний чек за блюда 20-35 лир, 200-350 рублей, отметила она. Кроме того, автор выделила городские кафе, предлагающие классическую турецкую кухню по средней цене, супы по 150 рублей, выпечка по 70-200 рублей, мясные блюда по 250-400 рублей. Также в списке возможных вариантов для перекуса она предложила «приличные кафе» и «рыбные рестораны». Под понятием «приличные кафе» я подразумеваю турецкие кафе, которые находятся в каких-то очень туристических местах с красивыми видами или в центре какой-нибудь достопримечательности. Меню в таких заведениях по составу ничем не отличается от городских кафе, а вот цены процентов на 10-20 будут выше. Пояснила россиянка. В декабре 2020 года россиянка, вышедшая замуж за турка и прожившая с ним в браке 10 лет, поделилась опытом и подробностями жизни в другой стране. В частности, блогерша рассказала о необычной новогодней традиции в Турции, там принято дарить на праздники качественную и недорогую одежду.